добрый день уважаемые студенты сегодня мы с вами посмотрим очередную лекцию цикла архитектура и инфраструктура информационных систем данная лекция будет являться продолжение ранее рассмотренных лекций и сейчас мы с вами поступим именно самой лекции фамилия моя Легула Магдонда Быстрич я являюсь преподавателем кафедры информационной технологии казахского университета технологии и бизнеса тема сегодняшней лекции у нас называется сетевое оборудование план лекции активное и пассивное сетевое оборудование сетевой адаптер и медиа-конвертор повторитель и концентратор мозг и коммутатор маршрутизатор и шлюз а также пассивное сетевое оборудование говоря сетевом оборудовании мы первую очередь должны отметить то что к нему относится оборудование которое может быть относиться либо к активному оборудованию либо пассивному если говорить об активном сетевом оборудовании то здесь мы должны отметить следующий элемент это сетевые адаптеры медиа-конверторы трансиверы коммутаторы точки доступа и маршрутизаторы пассивному оборудование относятся кабель патч корт розетка коннектор патч панель но естественно этот список нельзя назвать полным и окончательным необходимо учитывать что компьютерная техника но также как информационной системы все время меняется появляются новые виды оборудования поэтому если ближайшее время этот список пополнится я думаю как надо будет относиться нормально так вот если говорить теперь отдельно по каждому виду оборудования постараюсь конечно вкратце изложить так как еще раз повторяю данная информация может быть вами дополнительно рассмотрена и тех же учебно-механической документации в кейсах которые вы можете найти непосредственно платонусе но здесь тем не менее хотел бы отметить некоторые виды оборудования допустим сетевого адаптера как понимать это периферийное устройство позволяющий компьютеру обеспечить связь с другими устройствами то есть здесь данный устройство выполнять функции физического и канального уровня набора ну вот на рисунке как мы видим несколько вариантов сетевого адаптера что касается медиа конвертера то нужно отметить следующее то что это устройство оно преобразует определенную информацию допустим в цифровой вид и тем самым позволяет нам позволяет нам любой вид информации представить именно для отображения на персональных далее следующим устройством если вот обратите внимание здесь с правой стороны да дается такая небольшая структурная схема данная структурная схема показывает что мы можем подключить несколько абонентов в данном случае их 5 используя так называемый повторитель так вот повторитель или его иначе называть репитер это устройство используемо для соединения сегментов среды передачи данных целью увеличения общей длины сети конечно же конечно с увеличением количества потребителей если даже вот в этой структурной схеме мы попытаемся добавить еще энное количество потребителей то скорее всего между группами этих потребителей нам необходимо будет использовать не один повторитель то есть чем больше общая длина сети тем больше количество повторителей необходимо использовать но это связано скорее с техническими параметрами называемого самого повторителя далее значит когда повторитель снабжен несколькими портами снабжен несколькими портами и соединяет несколько физических сегментов его мы называем еще концентратором или хаба ну понятно что очень много терминов пришло к нам из европы международной терминологии поэтому если мы назовем хабом это ошибка не будет даже наверное это будет более понятное для пользователей по всему миру мы же можем концентратор то есть концентратор вот на структурной схеме как увидим посередку установлен это устройство физического уровня которое принимает усиливает и ре транслирует сигнал вот обратите внимание то есть если повторитель он принимает сигнал усиливает восстанавливать синхронизирует то концентратор он как бы выполняет те же самые функции но в отличие например от повторителя именно функции усиливания сигнала выражены более значительно следующее что что мы можем отнести к сетевому оборудованию это мост вообще язык структурных схем он намного мне кажется удобен когда мы хотим выразить свою определенную мысль и вот здесь если посмотреть внимательно вы что такое мост а именно есть допустим сегмент один из сегмент 2 они соединяются через данный мост посредством портов кстати к сегменту один мы можем подключить энное количество абонентов так же как сегменту 2 мы можем тоже подключить энное количество оборудование и как мы видим мост является именно посредником связующим элементом причем согласно маг адресам мы распределяем порты порт 1 ибо порт 2 таким образом мост это устройство канального уровня которое соединяет между собой два сегмента локальных сегментов мост передать информацию из одного сегмента другой только в том случае если такая передача действительно необходимо то есть мы вводим понятие маг адреса это очень важный момент почему потому что первый период развития архитектуры вот компьютерных сетей архитектуры информационных систем передача информации распределялась мне по маг адресом а распределялась скажем так на все подключенные устройства это было очень неудобно это были дополнительные затраты это было длительное время передачи информации поэтому как только появились маг адреса эти все проблемы одновременно исчезли вот то что касается понятия мозг следующие следующие вид сетевого оборудования это кому так опять если использовать адревиатуру применяемые европейских странах ну или в большинстве стран мира его называет еще свитч то есть это устройство канального уровня которая предназначена для соединения нескольких узлов компьютерной сети пределах одного или нескольких или это многопортовый мозг вот мы видим да здесь структурная схема показана вот они так называемые коммутаторы к ним подключается как видите и профессиональные компьютеры и допустим тринтер какие-либо другие устройства и вот здесь показано да что благодаря коммутатору мы можем соединить энное количество узлов различными связями так ну и вот если брать широковещательный модем то мы здесь видим наш действительно через коммутатор мы подключаем энное количество это очень удобно опять таки надо понимать что доставка информации осуществляется точечно для этого мы используем так называемый мак адреса вот благодаря чему информация поступит строго строго по назначению ну и конечно же маршрутизатор то есть ну по мере скажем развития технических средств усложняет все эти средства и вот маршрутизатор это уже да кстати его называют роутером это устройство пересылающие пакеты данных между различными сегментами заметили это речь идет уже о пакетах не просто передачи информации в виде там отдельных файлов и так далее идет пакетная передача информации а также здесь возможно принятие решений на основании информации о топологии сети маршрутизаторы часто применяются для связи локальных сетей разных типов для подключения локальных сетей к глобальным сетям вот здесь мы видим да есть локальная сеть вот он так называемый маршрутизатор ну в данном случае речь идет о беспроводной связи ну правильно конечно было часть среды передачи то есть интернет потом идет сеть провайдера и от провайдера уже мы можем получить например ну вот точечно для небольшого своего офиса мы можем использовать маршрутизатор так называемый роутер который позволяет нам включить уже энное количество это вот понятие маршрутизатор но и вот здесь показано данному за коммутатор уровня 3 почему третий уровень потому что здесь мы видим несколько снизу самого низкого уровня это опять компьютера отдельно абоненты они работают через маршрутизаторы и появляется кому-то коммутатором подключается опять вплоть до видеокамер коммутатор как правило они больше не управляемым устройством и уже через эти уровня мы можем подсоединиться основному серверу серверу доску так что касается пассивного оборудования здесь мы как уже сказали это оборудование которое не обладает какими-либо свойствами усиливать сигнал не обладает свойствами скажем так распределение этого сигнала это по сути дела среда передач ну это кабель это пачкорд это розетка это коннектор это коммутационный поэтому данный вид оборудования как я уже говорил в начале лекции не ограничиваемся вот этим списком перечнем количество и виды оборудования увеличиваются их разновидности поэтому как уже было сказано ранее вам необходимо помимо вот этой краткой лекции вам необходимо обратиться к источникам он кд кейсы которые у нас в системе платонов расположены ну и конечно же это всемирная паутина где данной информации достаточно много я думаю на этом мы заканчиваем как обратно виде обратной связи я жду от вас краткой краткой презентации тематика была озвучена вы можете взять более подробно расписать те же виды коммутаторов вы можете расписать внутреннюю техническую часть этих коммутаторов вплоть до схемотехники коммутаторов конечно все это будет учитываться на этом я заканчиваю всего доброго